Южная Корея, одна из самых развитых азиатских стран, сделала очередной большой шаг в развитии своей авиационной индустрии. Корейский истребитель КФ-21 Боря Мае, наконец-то пошел в Сирию и был законтрактован оборонным ведомством страны. Как официально сообщила разработавшая самолет Корея Aerospace Industries, соглашение касается производства 20 самолетов со сроком поставки с 2026 года. Контракт, кроме поставок самолетов, также касается и дальнейшей логистической поддержки самолетов, как указано в техническом руководстве и обучении. То есть контрактная комплексная цена одного КФ-21 составляет 70,41 миллиона долларов. И стоит добавить, что это цена без вооружения. О его разработке впервые заявили еще в 2001 году. Название Боря Мае переводится как «прирученный хищный ястреб» и имеет глубокие исторические корни. На первый взгляд, южнокорейский самолет напоминает американский F-22 Raptor, первый в истории истребитель пятого поколения. И хотя тогдашний план предугадывал создание практически истребителя пятого поколения, в действительности Корея смогла сделать только истребитель с внедрением технологии малозаметности 4.5 поколения или как принято на Западе к поколению 4 с одним или двумя плюсами. При этом у Корея Aerospace Industries даже не поднимают вопрос о принадлежности КФ-21 к пятому поколению. Через несколько лет после доработки конструкции КФ-21 планируют привести к стандартам пятого поколения. Военно-воздушные силы Южной Кореи планируют закупить более 100 КФ-21, а компания Корея Aerospace Industries рассчитывает продать столько же другим странам. Проект Боря Мае стал самым главным авиационным проектом Южной Кореи на ближайшее десятилетие. Южная Корея, несмотря на свои небольшие размеры, занимает высокое место в мировых рейтингах военно-воздушных сил. Флот включает современные самолеты-заправщики и разведчики, а также большое количество учебно-тренировочных машин. Основу истребительной авиации традиционно составляют самолеты американского производства F-15, F-16 и новейшие F-35. Программа КФ-X, в рамках которой создавался КФ-21, была анонсирована в начале 2000-х годов. Создание нового истребителя должно было заменить устаревшие F-4 и F-5. Вопреки финансовым и техническим трудностям, программа КФ-X продвигалась благодаря уверенности руководства страны и поддержке Министерства обороны. Летом 2010 года партнером программы стала Индонезия, обязавшаяся финансировать 20% бюджета на разработку истребителя и приобрести 50 самолетов. В 2016 году разработка самолета серьезно ускорилась, благодаря полученным от США 21 технологии, используемых в производстве F-35. Однако проблемы на производстве и задержки сроков не обошли проект стороной. В середине 2021 года появились слухи о серьезных проблемах на производстве, которые привели к частичному разбору и доработке первого летного образца. Тем не менее, первый полет КФ-21 состоялся 19 июля 2022 года, продлившись 33 минуты. КФ-21 построен по нормальной аэродинамической схеме и напоминает F-22 Raptor. Однако по размерам и массе он ближе к F-35. Одним из ключевых требований к новому самолету была малозаметность в радиолокационном диапазоне. Первой версии Блок-1 не будет внутреннего отсека для вооружения, но в следующей версии Блок-2, планируемой к 2028 году, этот отсек появится. В сочетании с новыми радиопоглощающими материалами и покрытиями, разработчики надеются значительно снизить заметность самолета. Силовая установка КФ-21 состоит из двух двигателей F-414 модификации GE-400K, производства General Electric. Аналогичные двигатели устанавливаются на американском FA-18 Super Hornet. Суммарная тяга обоих F-414 на форсажном режиме составляет 20 тонн, что обеспечивает отличные показатели тяга вооруженности. Пятым поколением эта машина не считается, в том числе как раз из-за этих двигателей, которые не позволяют машине поддерживать сверхзвуковую скорость без режима форсажа. Кроме того, истребитель не имеет внутренних отсеков для вооружения, что также является характерной чертой истребителя пятого поколения. Хотя у КФ-21 часть ракет воздух-воздух размещаются в полуутопленном в фюзеляж состоянии. Южнокорейские компании занимаются производством радиоэлектронного оборудования для КФ-21. Программа продвигается без серьезных проблем, за исключением ситуации с Индонезией, которая задолжала около полумиллиарда долларов. Несмотря на это, первый образец КФ-21 еще не преодолел скорость звука, а на фабрике уже заканчивается сборка пяти опытных самолетов, два из которых имеют двухместную кабину. Первые боеготовые истребители КФ-21 должны появиться в составе военно-воздушных сил Южной Кореи к 2028 году. В целом речь идет о довольно интересной машине, потому что КФ-21 при размахе крыльев в 11,2 метра имеет максимальный взлетный вес до 25580 килограмм, боевой радиус в 1000 километров, максимальную скорость до 2200 километров в час, а также 10 точек подвески. При этом для воздушного боя КФ-21 может использовать не только АИМ-120 Амраам, но и дальнобойную «Метеор» от МБД «Метеор» дальностью выстрела в 200 километров. Машина не создается Кореей абсолютно самостоятельно, и речь даже не идет, что Сеул привлек Индонезию к разработке, потому что задачей Джакарты в первую очередь было финансирование проекта. Для понимания, согласно официальным данным, уровень локализации КФ-21 составляет 65%, но постепенно будет увеличен. В целом КФ-21 является прекрасной демонстрацией того, что даже разработка современного истребителя для десятой экономики мира – это совсем не простая задача, которая требует не только средств, но и очень тесной кооперации. И в заключение. Проект КФ-21 «Боря Мае» представляет собой важный шаг в развитии южнокорейской авиации и укрепляет уверенность в том, что страна способна создать высокотехнологичный истребитель, который станет основой для новых успехов в этой области. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.